Всем привет, друзья! Улица классика, жанра. Не помню, сколько тут раз срывали асфальт. Это железнодорожное шоссе. Едем к газовщикам. Последний раз нам начинающие специалисты подкрутили расход. Был 40, стал 60. Говорит, мы тебе чуть добавили смесь. Была забедненная. Чувствуется. Потому что я заправил 70 литров. На 120 километров не хватило. В общем, вот такой расход был. Дали тут хороших специалистов, по крайней мере, товарищи скал. Говорит, люди просто без слов поняли, что, чего. ездил по Киеву, не мог ничего найти. Сейчас, секунду, где-то тут мы уже близко. Улица Товарная. Наверху, я так понимаю. Хороший тут в центре города частный сектор. Такие трехэтажки стоят. Рихтуют там, люди и живут. В общем, вот такой расход у нас сейчас. Ваше место назначения находится слева. Находится слева. Ага. Стоп. Заезд на территорию. И потом после газа сразу едем на ТО. менять шаровые. Слышите, что творится? Колодок нет, шаровых нет. В общем, давно ТО надо сделать. Так, друзья. Ну, ребята, по газу серьезные такие. Несмотря на простые условия труда, просто в гаражах небольших советских поджигули сделаны. такой подход серьезный очень. Подключен был компьютер. А, он, кстати, вот он и подключен. Диагностический разъем. То есть, человек смотрит сразу и газовое, что показывает и что показывает. Диагностика. В общем, такой подход. И лямбду посмотрел, что с лямбдой. Лямбда, короче, черти, что показывает. Из-за этого дождь, кстати, где пошел, наконец-то. Ну, как, наконец-то. Ночью тоже был. Черт, и что показывает. Из-за этого, короче, показывает и бедная смесь, показывает компьютер. А, по факту, заливает двойную норму. Ну, в общем, бред какой-то. Говорит, сейчас попробует посмотреть, что с самими газовыми форсунками. Ну, я думаю, что там дрова. Что еще? Вон, хороший дождь пошел. С газовыми форсунками. Ну, и лямбду отключить, говорит, и можно подстроить тогда по среднему какому-то адекватному, более-менее адекватной работе. Ну, лямбду надо купить. Ну, это, в принципе, понятно. Я думаю, всем, чтобы было правильное смесеобразование, тогда она будет как-то работать. хотя, я вам скажу, было время 14 литров, мы по трассе был у нее расход с этим мотором. Ну, видно, еще правильно работало все. Ну, форсунки нужно скоростные купить, потому что это валтеки вида скоростных форсунок мне Богдан показал. Говорит, можно выбирать. Сейчас проверим форсунки, отключим лямбду, отстроим. Интересно будет, что получится из этого. Уже повеселее, можно еще секунду, ямы. Блин, сколько раз они эту улицу раскопали и закопали, это жесть какая-то. О, ну, это уже хорошо едет. Хорошо. Регулируем газ, настройка. Пробуем? Да, можно. Ну, ничего, едет так. Еще чуть-чуть пробуем, добавляем. Уже хорошо? Давайте еще раз попробуем сейчас. Да, по чуть-чуть. Можно. Сейчас нормально, в принципе, я думаю, что... там дальше есть разрыв, мы можем сделать разворот. Я посмотрю, еще пару точек, где нужно подровняем. Давай пробуйте еще на разных передачах ее динамику. мы сейчас остановимся с места, надо попробовать. Сейчас мы развернемся, тогда. Ну, хорошо снизу, в принципе, снизу отлично. Мне просто надо было, чтобы лямбда не мешала, она мешала комплекту. Да, да, я понял, отключили мы лямбду. Получилось. Выхлоп экологичный стал. Ну, относительно. до конца. Нормально. А, да. А что, не перепрыгнула бензинка? Чуть-чуть, на долю 100 секунд. Успел я отпустить. выше 6-ти чуть-чуть она. Вон, у меня разрыв, вот настолько она успела перейти. Блин, колодок нет вообще, жесть просто. С расходом 60 колодки не нужны, лучше постоит во дворе. Ну, нормально сейчас, да. Сейчас. на подъеме интересно будет. Нормально, как по мне. то есть, я... Ну, хотелось бы, да, чтобы было... При такой езде, как бы, если расход... Да, да, да. Ну, я понимаю, что мы идеально, стопроцентно не можем настроить, ну, как объяснить, лямбда не работает, форсунки уставшие, то есть, это мы сейчас... Я думаю, достаточно при таком подъеме. При таком подъеме, ну, мне, мне пока хватает, просто когда будем делать по-человечески, ну, я имею в виду полностью, тогда... Баракуда не лучший вариант, она, во-первых, не разбранная раз, во-вторых, последняя цена, что была 11, когда она поднялась до 9. Ну, может, да. Давай, я кипятал, заказывай. Я понял. Мы сейчас плохо настроим, мы сейчас настроим отлично. Отсутствие лямбды, это то, что дальше поменяется у вас газ, количество его в баллоне, состав его по пропану, я понял. И будет сразу... Там еще что-то, жарко-холодно, и уже не будет этих коррекций. Я понял, понял. Вот в этом... Короче, лямбду надо срочно... То, что мы и настраиваем, так как вы корректируете, так мы и настраиваем. Лямбду надо срочно поставить. А вот в дальнейшем могут быть... Это чего я это рассказал? В дальнейшем могут быть вот такие вот колебания, которые, может, потребуют еще один подход, чтобы мы построили ее там в средину, пока вы не сделаете вот это все. Угу. Понял, спасибо. Так, наши выездные там... Так, в общем, друзья, ну, что вам сказать, уровень у ребят очень серьезный. Ну, не знаю, они... Я не так, конечно, много был где у газовщиков, но отношение серьезное. Начиная от ассортимента того, что ребята могут поставить в плане форсунок, только скоростных четыре вида. Все показали, все рассказали, подстроили. вот сейчас выхлоп экологичный стал, то есть возле трубы понюхали, ну, слышно, как было слышен выхлоп и как выхлоп чистенький, то есть очень большая разница. Что еще хотел сказать? Работает устойчивее, ну, форсунки уставшие, сразу сказали, ну, промыли там что-то, что-то стало лучше, ну, это такой временный выход. Да, приятно, когда люди знают, чем они занимаются. Мы хэми настроим еще приедем, но едет огонь, не знаю, какой будет расход, на холостых просто заливало какую-то там тройную норму или больше даже, а и одновременно с этим показывало бедную смесь, ну, в общем, с ума сходило из-за того, что были неправильные показатели, сейчас лямбду выключили просто, оно по усредненному настроили. Макс рассказывал ему так Мазду когда-то настраивали, добавляли, убавляли, вот мы сейчас по этому принципу Богдан делал, то есть сначала она не едет, задавил и плавно добавлял, потом там что-то еще свой какой-то нюанс, он знает, как сделать правильно. ну вот смотрите, выстреливает хорошо в принципе, так что будем надеяться на расход стабилизируется, ну, относительно, конечно. Посоветовал тоже, говорит, есть лямбды, они практически у 95% одинаковые параметры, говорит, можешь взять какой-то бош, у меня там есть в наличии, не знаю, с десяток может, можно подобрать, выбрать, перепаять разъем и вся проблема. Ну и что еще? Ну и купить форсунки скоростные будет огонь. В общем, едем делать тормоза, менять шаровые. Так, колодки исчезли. А сзади что, вообще нету? Да, там вообще нету. Потерялись? Ох, елки. Да, вот это нормально доехали мы. А куда же она делась? Потерялась, как в прошлый раз, ни одна есть. В общем, ситуация сложная. Вот, кулечек есть у нас, так еще это не открутили. что тут спереди у нас? Спереди тоже ничего нет, сейчас покажу. Да, абразив быстро их стирает. Вроде недавно меняли и почти не ездили. Так, колодочки, это жесть. Блин, недавно они были новые, я помню. нет, тут еще почти оригинал. Почти свежая. Ну, ищи там в коробке, в кульке коробка, черная кажется, большая. Да, огонь. Это еще лучшая сторона, насколько я помню. Сейчас самая страшная будет, наверное, с той стороны. Да, чуть-чуть отличаются, немножко стерлись. Ну, ничего, сейчас будет огонь. Так, друзья, в общем, все поменяли, все хорошо. Серьезный человек. Итак, чтобы остались желательно целые шпильки. Первый раз же ты колесо закручиваешь, Антончик? Все надо одевать вороток. Блин, как ты это делаешь в интересной форме такой. Давай я сам, что-то мне страшно. В общем, все закрутили. Сейчас обратно? Все колодки поменяли спереди сзади. К Андрюхе не попали на шаровую сегодня. Там у него занято, ну, подъедем. В общем, всем пока подписывайтесь, делитесь. Гранчероки скоро будет ездить часто. 我在 на шарову Спасибо.